Телеканал «Самара ГИС» совместно с ветеринарным центром «Флагман Вет» продолжают уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала выезжает вместе со спасателями, а также навещает четвероногих друзей, проходящих лечение. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 9 лет работы сотрудники центра «Флагман Вет» спасли сотни животных, сотни приютили. Проект телеканала «Зоопатруль» расскажет о том, какие травмы, полученные животными на улицах, приводят к ампутации конечностей. С такой травмой, как у пса по имени Саурен, сотрудники ветеринарного центра столкнулись впервые. У собаки в буквальном смысле была вырвана передняя лапа. Пес два года жил на территории предприятия, но однажды пропал. Очень скромный, к людям никогда не подходил, но всегда нас встречал всех с утра на работу, провожал всегда нас с работы. И буквально несколько недель назад он пропал. Ходили, искали, естественно, его не нашли. И через несколько дней, в один ужасных из дней, он пришел и пришел без лапы. Специалисты ветеринарного центра поймали собаку и доставили на лечение. Состояние Саурена стабилизировали. Страшную рану обработали, удалили отмершие участки, проводят необходимую терапию. Вскоре пес будет учиться ходить на трех лапах. Волонтеры намерены искать ему дом. У ветеринаров есть только догадки о том, что произошло с Сауреном. Собаки, так же, как и кошки, вполне способны попасть в какой-то механизм. И его история уникальна тем, что, видимо, в попытке выбраться он вырвал вместе с плечевым суставом, по сути, всю свою переднюю конечность. Идем ко мне, идем, идем. Идем, 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 идем. Идем, 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 идем. Надо, надо стараться. Рио лишился конечности вследствие наезда машины. Когда он был двухмесячным щенком, трагедия произошла на глазах туристической группы. Там дорога рядом, небольшая. Из-за поворота выезжает машина. А так сложилось, что вокруг дороги мусорка и, собственно, заброшенное здание, на котором жили щенки. Щенки подкармливались, машина выезжает, проезжает по Рио. Рио списком побежал обратно к сторожке своей. Мы за ним. Навстречу маме. В общем, мы с трудом его вытащили. Щенка доставили в ветеринарный центр, где попытались восстановить сломанную лапку. Но операции не дали желаемого результата. Чувствительность в конечности пропала, и лапка только мешала щенку передвигаться. В итоге приняли решение об ампутации конечности. Сейчас Рио уже около года. Он сильно вырос и научился уверенно передвигаться на трех лапах. Организаторы походов с собаками не исключают, что вскоре Рио сможет принять в них участие и, возможно, познакомиться с будущими хозяевами. Щенок у нас продолжает расти. Конструкция, которую мы устанавливаем на лапу, естественно, в этот процесс рост смешивается. И, соответственно, нога может быть деформированной, может быть слишком короткой, может срастись неправильно. Группа пациентов, которые у нас поступают с показаниями ампутации, это достаточно распространенная среди бездомных животных проблема. У собак, как правило, истории, когда, допустим, их сбивают машины из застаревшей переломы, вызывают уже некроз, и, как следствие, конечность приходится удалить. Либо это как вариант укусы других их сородичей, где мы уже тоже имеем дело с гангреной. Животные, у которых нет одной конечности, на самом деле спокойно существуют. У нас есть знаменитая рита, у которой нет двух задних ног, даже эта не останавливает ее. Они очень быстро адаптируются. Кошка Томасина обрела свою десятую жизнь в ветеринарном центре, куда поступила несколько месяцев назад с множественными рваными ранами и оторванной лапой. Зоозащитники полагают, что она залезла под капот машины, чтобы согреться, и ее прокрутила, как в мясорубке. Томасина лишилась ушка, его пришлось ампутировать, потому что оно все высохло и было уже не жизнеспособным. Также у нас вот эта лапочка, на которой остался только один пальчик. То есть все пальцы здесь были перемолоты. Ну и задние лапки мы, к сожалению, тоже лишились. Вот можем показать, у нас уже все здесь зажило. Этой кошечке очень нужен человек, который будет ее любить, и пространство для того, чтобы учиться ходить. Ветеринары уверены, что Томасина еще сможет бегать на трех лапках. Желающие стать хозяевами собак или кошек могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман Вет» по телефону 8 961 387 93 12. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь, и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова